Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летопись». Сегодня 8 апреля. В этот день в истории нашего Отечества. В 1158 году князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире. В 1843 году вышел указ Николая I об организации переселения в связи с освоением Сибири. В 1881 году родился Николай Мисковский, композитор, педагог. В 1944 году в ходе Великой Отечественной войны началась Крымская операция. В 1966 году Леонид Брежнев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. В 1988 году Советский Союз объявил о решении вывести войска из Афганистана. 8 апреля 1158 года князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире. Успенский собор – главный кафедральный храм Северо-Восточной Руси. Он является одним из величайших созданий русской архитектуры XII века, послужившим образцом для постройки соборов более поздних лет. Церковь построена из белого тесанного камня в виде одноглавого здания с тремя небольшими южным, северным и западным притворами и башнями у западных углов. Украшая собор, князь не скупился на золото, жемчуг, драгоценные камни. Голова была вызолочена, а кровля поверх медных листов была обита листами кованого серебра. Внутри церкви стены были расписаны искусными греческими иконописцами. В сентябре 1164 года в новоустроенный храм была перенесена из города Боголюбова чудотворная икона Божией Матери, после чего князь Андрей провозгласил Владимир престольным городом. Успенский собор стал главным храмом всей русской земли. С этого времени все великие князья русские, от Андрея Боголюбского до Василия II Темного, восходили в нем на престол. 8 апреля 1843 года вышел указ Николая I об организации переселения в связи с освоением Сибири. Начало ее покорения принято связывать с той эпохой, когда в 1582 году казаки Ермака вошли в Кашлык, столицу сибирского ханства. Взятие его оказалось важнейшим рубежом в освоении Сибири. Ханты, манси и некоторые татарские улусы пожелали принять русское подданство. Территория Нижнего Приобья вошла в состав русского государства и наряду с другими освоенными территориями стала выплачивать Москве дань, ЕСАК. В 1583 году были подчинены земли до Устья Иртыша. Сибирское ханство распалось. Присоединение Западной Сибири к России было не только политическим актом. Более существенную роль в процессе включения Сибири в состав России играло хозяйственное освоение территории русским народом. С 1590-х годов в Сибирь двинулось большое количество переселенцев из европейской части государства. Основная часть западносибирского населения слагалась из вольных поселенцев, бежавших от крепостного гнета. В 1760 году Елизавета Петровна разрешила помещикам ссылать провинившихся крепостных в Сибирь. Такое решение императрица приняла не только для того, чтобы ублажить дворян, желающих полностью распоряжаться своими крестьянами. Это способствовало освоению Сибири. Указ 1843 года регламентировал переселение государственных крестьян в Сибирь. По нему были выделены земельные наделы по 15 десятин на ревизскую душу, а также предоставлены пособия и льготы, среди которых было полное освобождение от уплаты податей на 4 года и половину в последующие 4 года. Помимо этого поселенцы освобождались от рекрутской повинности на три очередных призыва. Всего с 1844 по 1861 год в Сибирь переселились по официальным данным 50 тысяч человек, среди которых многие были крестьянами, прежде жившими в губерниях Нечерноземья. 8 апреля 1881 года родился Николай Мисковский, композитор, педагог. Он родился в городе Новогеоргиевске, ныне Польша, в семье военного. Продолжая семейную традицию, Николай поступил в Петербурге в военно-инженерное училище. Одновременно с этим занимался музыкой. Закончив военное училище, он поступил на композиторское отделение Петербургской консерватории. Там Мисковский учился у прославленных Анатолия Лядова и Николая Римского-Корского. А его однокурсником был Сергей Прокофьев. Вскоре Мисковский оставил военную службу, чтобы полностью посвятить себя музыке. Романсы, на слова Зинаиды Гиппиус, были его первыми опубликованными сочинениями. В консерваторские годы состоялся творческий дебют Мисковского как автора симфонической музыки. За симфонией последовала оркестровая сказка «Молчание» по Эдгару По. Сказку «Молчание» композитор Борис Асафьев считал первым зрелым произведением Николая Мисковского. Окончив консерваторию в 1911 году, Мисковский начал сотрудничать с московским журналом «Музыка». В период с 1904 по 1914 Мисковский сочинил три симфонии, ряд других симфонических произведений, три квартета, множество фортепианных пьес и романсов. С началом Первой мировой войны он отправился на фронт в качестве офицера саперных войск. Фронт, революция дали композитору новые впечатления, которые он отразил в 4-й и 5-й симфониях, сочиненных им в начале 1918 года. Вскоре в Москве с большим успехом состоялась премьера его симфоний. В 20-е годы произведения Мисковского стали исполняться на Западе. Во многом этому содействовал друг его юности Прокофьев, высоко оценивший творчество Николая Яковлевича. Вся его дальнейшая жизнь тесно связана с Москвой. Он работал в разных симфонических, камерно-инструментальных и камерно-вокальных жанрах. Но центральное место в его творчестве занимали симфонии, которых он создал 27. Премьеры Мисковского часто проходили с большим успехом и становились заметными событиями в музыкальной жизни. Мисковский оказался прекрасным педагогом. Среди композиторов, окончивших его класс, были Дмитрий Кабалевский, Арам Хачатурян и Вано Мурадели. 8 апреля 1944 года в ходе Великой Отечественной войны началась Крымская операция. В Крымской наступательной операции участвовали войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Федора Толбухина и войска отдельной Приморской армии, а также Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Осенью 43-го года в результате Мелитопольской операции и Керченско-Этильгенской десантной операции советские войска прорвали укрепление Турецкого вала на Перекопском перешейке и захватили плацдармы на южном берегу озера Сиваш и на Керченском полуострове. Однако освободить в это время Крым им не удалось из-за недостатка сил. 17-я немецкая армия оказалась блокированной, но, опираясь на оборонительные позиции, продолжала удерживать Крым. 8-го апреля войска 4-го Украинского фронта при поддержке авиации 8-й воздушной армии и авиации Черноморского флота перешли в наступление. В ночь на 11 апреля в наступление перешла и отдельная приморская армия при поддержке авиации 4-й воздушной армии и авиации Черноморского флота. Утром советские войска овладели Керчью. В это время 19-й танковый корпус овладел Джанкоем, что заставило керченскую группировку противника начать поспешный отход на запад. Продолжая наступление, советские войска вышли к Севастополю, начали его штурм и 9-го мая освободили город. 12-го мая остатки вражеских войск на мысе Херсонес сложили оружие. Большое содействие советским войскам оказали партизаны Крыма. Крымская операция завершилась полным разгромом 17-й немецкой армии, потери которой составили свыше 140 тысяч человек. В результате ликвидации крымской группировки врага высвободились значительные силы советской армии и флота. 8 апреля 1966 года Леонид Брежнев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. Брежнев поднялся на самый верх партийной иерархии только в 1964 году, когда снимали его предшественника Никиту Хрущева, было провозглашено возвращение к ленинским принципам коллективного руководства. Наряду с Брежневым важную роль в руководстве играли Александр Шелепин, Николай Подгорный и Алексей Косыгин. Никто не рассматривал Брежнева как потенциального вождя. Никто не думал, что он будет занимать должность генсека до конца своих дней. Однако Брежнев в ходе аппаратной борьбы сумел своевременно устранить потенциальных соперников и расставить на ключевые посты лично ему преданных людей. С 1970 года началась пропагандистская кампания по возвеличиванию нового вождя. Кроме должности генерального секретаря, Леонид Ильич занял пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, председателя Совета Обороны. Он был четырежды Героем Советского Союза, лауреатом Ленинской премии по литературе. И это далеко не полный список его должностей и званий. 8 апреля 1988 года СССР объявил о решении вывести войска из Афганистана. Спустя неделю в Женеве министры иностранных дел Афганистана, Пакистана, Советского Союза и Соединенных Штатов подписали соглашение, согласно которому вывод советских войск должен был начаться через 9 месяцев. Значение Женевских соглашений заключается в том, что они поставили преграду внешнему вмешательству в дела Афганистана, дали шанс самим афганцам определять жизнь своего государства. Вступив в силу 15 мая 1988 года, соглашения регламентировали процесс вывода советских войск и декларировали международные гарантии о невмешательстве, обязательства по которым приняли на себя СССР и США. Напоминаем, что за время войны более полумиллиона воинов нашей армии прошло через Афганистан. По официальным данным, в Афганистане погибло 13 833 человека. Ранения получили 49 985 человек. Российская летопись – это история нашего Отечества. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова